Уважаемые депутаты, приглашенные, предлагаем к рассмотрению проекта решения Назаровского городского совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городского совета от 14 декабря 2022 года за номером 4.12 о подтверждении бюджета городского города Назарова на 2023 год и плановый период 24-25 годов. В доходную часть предлагаем внести изменения в части увеличения за счет безвозмездных поступлений от бюджетной системы Российской Федерации. То есть за счет всех краевых средств 80,5 миллионов рублей произвести увеличение. Из них на осуществление дорожной деятельности 30 миллионов рублей, это капитальный ремонт дорог по Краснодарской улице, дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципального образования 18,3 миллиона, развитие инфраструктуры молодежных центров, дополнительные средства, выделенные в размере 9,6 миллиона рублей, дотации на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 4,9 миллиона, обустройство мест накопления отходов 4,5 миллиона рублей. Далее, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот дополнительно нам выделялось 898 тысяч. В целом сумма по данному мероприятию на приобретение жилых помещений у нас составила по итогу года 28,2 миллиона рублей. Дополнительно, итого 19 квартир было у нас приобретено. На мероприятие по осуществлению деятельности по обращению с животными дополнительно средства выделены из краевого бюджета 238 тысяч. Всего у нас общая сумма составляет 1,2 миллиона рублей. Кроме этого, на содержание и обеспечение деятельности системы образования дополнительно выделили 12 миллионов рублей. Произвести уменьшение необходимо за счет безвозмездных поступлений в размере 12,8 миллионов рублей. По системе образования 7,8 миллионов рублей в соответствии с фактическими расходами. По мероприятию подготовки документов терпланирования и градостроительного зонирования 2,9 миллиона. При плане 6,650 по итогам проведения торгов сложилась экономия. И на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничений платы граждан за коммунальные услуги, это выпадающие доходы граждан, так называемые, 981 миллиона. Кроме того, предлагаем нести изменения планов и показателей по видам доходов в соответствии с фактическими поступлениями, в соответствии с приложением. Здесь я хочу отметить, что мы производим уменьшение по следующим видам налогов, снижение налога на прибыль организации, компакентной системе налоги на имущество, где у нас не дают, выполнение происходит в связи с изменением кадастровой стоимости, а также штрафы, санкции, возмещение ущерба. И производим увеличение по налогу на доходы физических лиц, совокупный доход за счет просто поступления по упрощенной системе налогообложений, госпошлины по делам, рассматриваемся в судах общей юрисдикцией, мировыми судами доходы от использования муниципального имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Всего доходная часть бюджета у нас увеличивается на 67,7 миллиона рублей и составит 2,47 миллиона 25,9 тысяч рублей. Расходная часть. В расходной части предлагаем произвести увеличение за счет безвозмездных поступлений на 42,4 миллиона рублей. Кроме того, за счет дотации, поступившей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 13,6 миллиона рублей. В части оплаты труда муниципальным учреждениям образования, увеличение на приобретение продуктов питания, дефицит за счет роста стоимости 2,6 миллиона рублей, оплата коммунальных услуг муниципальным учреждениям образования 1,8 и оплата труда с начислением по администрации. Также необходимо произвести увеличение расходной части бюджета за счет среза бюджетного бюджета в сумме 5,6 миллиона рублей. Данная сумма предназначена на оплату по исполнительным листам и за размещение расходов на изъятие жилых помещений в аварийном доме Арбузово-86, строение 1. Далее. В расходной части предлагаем произвести изменения в части перераспределения средств. Между программами реформирования и лотанизации ЖКХ и управлению избавленным имуществом в размере 30 тысяч за счет экономии, уменьшить ассигнование по непрограммным расходам на оплату труда по литнему КСП в размере 90 тысяч и по администрации в размере 60 и увеличить ассигнование на софинансирование расходов по развитию инфраструктуры молодежных центров в сумме 150 тысяч. Это в дополнение к доле софинансирования по второму этапу проведения модернизации. Также уменьшаем расходы на оплату труда, то есть это все те экономики, которые сложились за счет больничных листов либо где-то по неполной инфраструктации штатных единиц, по казённым учреждениям. Увеличиваем расходы на бригантину в размере 740 тысяч и 60 тысяч по МДУ СД. По бригантине, поясню сразу, 740 тысяч в первом квартале мы проводили софинансированные первой части модернизации, поскольку, к сожалению, доходов у нас не хватило. И, естественно, софинансирование программы нам необходимо было исполнять, поэтому средства были взяты за счет декабрьской заработной платы, сейчас мы их восстановили. И также производим перевоспределение между программами развития инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса, 300 тысяч рублей экономия сложилась, на программу защиты населения на территории города от чрезвычайной ситуации, 300 тысяч рублей двигаем на проведение универсации полос. Всего расходная часть бюджета увеличивается на 68,7 миллионов рублей и составит 2,73 миллиона 770,4 тысячи рублей. Объем дефицита у нас увеличится на 977 тысяч и составит 26,7 миллиона. Кроме того, необходимо внести изменения в бюджетный кредит, как и в данном случае корректировка, как мы его озвучивали. Напомню, что бюджетный кредит выбрали в размере 9 миллионов рублей, 1,7 миллиона у нас предполагалось на ремонт муниципального жилья, 2,4 миллиона на устройство пешеходов к образовательным учреждениям и 4,9 миллиона на устройство общественного туалета. Средства за счет краевого бюджета у нас за счет фонда финансовой поддержки были возмещены по ремонту жилья и пешеходным переходам. Соответственно, этот объем у нас уменьшается и добавляется 5,6 миллиона рублей. В целом, бюджетный кредит у нас по итогу корректировки составит 9,9 миллиона 977 тысяч рублей. Продолжение следует...